доброе утро дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 1 сентября 2022 года для тех кто пошел первый день в садик в школу или куда-либо на учебу хотела показать это видео и сказать не расстраивайтесь а кому сейчас в жизни легко вот это наша симоночка она мама восьми детишек но когда она приходит в эту комнату все детки становятся общими и мама у нас становится похоже на новогоднюю елку обвешанную детишками и посмотрите на как на нашу симоночку во первых как ей больно молочка у нее там уже вообще нет поэтому в основном весь день она проводит соседней комнате но мамочки воспитывают детей по мере роста и взросления это называется социализация и обязательно мамочку все равно запускаю в эту комнату а кто-то вот как герой наш ксюшенька она тут даже живет и вот что у нас получается когда мама приходит с утра посмотреть как живут ее детишки проверить как они себя чувствуют поиграть с ними повоспитывать и она становится мамой героини все дети других мамочек аришкины ксюшкины все сразу бегут к ее сисюленьком выглядит это вот так и замечательно и интересно ну ведь не все детки тут голодные поэтому не все ломанулись к сисюленька но в целом это вот так и какая терпеливая мама героиня у нас симоночка а почему а потому что ей сейчас ужасно ужасно больно тут такие кусачие маленькие попки которые сосут ее сиси без молока она это все терпит даже он хвостик подняла и ушки подняла и вся вот такая красотуля это просто мама героиня терпеливая во всех смыслах этого слова и в моральном потому что дает себя вот так вот терроризировать и физическом ребят это ужасно больно я тут читала комментарии под моими видео когда я показывала браслетики на своих руках и вот дико удивляюсь когда люди пишут комментарии под чужими видео и я не знаю они наверное вообще просто ничего не думают кроме как ну написал комментарии все или думают о чем-то о своем потому что я показывала браслетики какие у меня получились которые делаю своими руками и мне человек пишет при всем уважении браслетики очень красивые но за руками надо ухаживать вы же женщина ну у меня питомник собак так мой канал собственно и называется и показываю я в основном жизнь моих питомцев жизнь моих собачек чихуашек и других моих питомцев и если бы у меня был маникюр как у этих силиконовых уток вот из инстаграм всех одинаковых на маникюренных на педикюренных со всеми макияжами я думаю у меня половина вот этих щенков оставалась бы без глаз потому что ну во первых начнем с того что несколько дней назад я увеку сироды принимала а пуповину я обрываю руками пальцами ну теми ногтями которые мне предлагают тут навести себе маникюр педикюр налачить это все гель навести начну с того что я слежу за своим здоровьем мне в этом году исполнилось 49 лет я прекрасно понимаю вред всей той химии которую мы наносим на себя украшая себя не знаю для кого тушью румянами лаком для ногтей который впитывается в наш организм и ничего хорошего не скажем так не принесет поэтому если для кого-то все скажи сисенек больше вам не дам если для кого-то ценность маникюра и педикюра ценнее вашего здоровья наверное это ваш выбор у меня так просто дело в том что не получится оборвать пуповинку новорожденному щенку ногтями наманикюренными по 5 сантиметров да и собственно и останутся у меня щенки без глаз так как мы с ними контактируем ежедневно всех тискаем некоторых беру к себе в кровать спать скажу честно почему потому что есть вот у меня малыш не знаю вот сейчас я его не вижу а вот он где-то тут у меня в мисочке с едой я тут стою боюсь наступить на щенка у меня утро я начинаю заниматься приборкой да вот кстати писали про мои грязные ноги которые у меня тут вот в тапках иногда попадают в кадр вот есть у меня вот этот вот ребенок совершенно спокойный пацан но почему-то все кому не лень даже малявки предпочитают именно этого щенка хватать за ухо вот он сейчас сидит в мисочке вот этот великолепный малыш с крылышками на спине и кусать его за ухо я вчера снимала хомячков его тянули за ухо он плакал и так в принципе они поступают с ним весь день я конечно и пругаю контролирую процесс отнимаю малыша забираю к себе на кроватку мы сидим у компьютера отвечаем на ваши комментарии загружаем новое видео я вижу шарфики вот вчера довязала второй шарф ну не второй это уже наверное шестой шарфик для даришки вот и малыш спит со мной потому что ну вот смотрите какие они все разные по характеру и если я тут с длинными ногтями на маникюренными буду руки совать к малышам я боюсь что у меня половина малышей без глаз останутся вот поэтому дай бог здоровья этим комментатором ну как-то так смешно читать вот этот бред теперь скажи я буду с вами играть почему собака чешется после того как мамочки рожают затем когда мамочки откормили своих детишек у них происходит полная смена шерсти они линяют вот посмотрите видео как у нас сейчас отлиняла барси лайка после родов она ходила у нас вся вообще как-то ее было много но такая была толстая на самом деле вот так она линяла лайка у нее много много старой шерсти было как будто знаете торчком стояла это все вываливалась с нее кусками линька у них происходит естественным образом и вот кстати вот этот вот доминошка которого я хочу отдать за 35 из за того что у него мордочка длиннее чем у остальных щенков никаких других браков дефектов у него нет я это не называю браком это наверное больше на любителя скажем кому больше нравятся курносеньки кому ну вот как у симона я не могу сказать что у нее очень уж длинная мордочка но я могу назвать ее курносый как например масик масик вот он лежит масику 8 лет посмотрите это кобелек мини наш прапрадедушка вот этих детей сейчас у нас есть течные девочки и другие кобельки обижают нашего масика потому что он размером вот с этого полуторамесячного двухмесячного щенка стандартного размера он подходит к масику минички минички отличаются от масика тем что они чуть меньше чем масик те которые стандартники они размером с масика у масика носик один сантиметр или полтора сантиметра длина его носика мордочки вот поэтому ай-яй-яй собачки есть разные никак это ни в коем случае не влияет на их здоровье вот сейчас опять начнут писать что у меня не прибрано но тут понимаете какая ситуация все эти пеленки вот так я еще не прибиралась кстати говоря с утра пеленки они переворачивают писают вон и на обратную сторону пеленки и кокульки тут еще не прибраны некоторые кокульки они тут растаптывают и одеялки которые я им стилю превращаются к утру вот такую вот кучу молок это нормально это ее вообще-то сын это тот сын который в резерве для Вадима Вадима Вадим это ваш парень буянит на маму вот так хамит матери с утра пораньше которая молока тут создает ну да чем не конокорса разве что называется по документам чихуа чихуа на самом деле очень собака такая вот серьезная несмотря на то что она не очень крупная по размеру вот такое у нас утро это я сегодня про ногти вставила свой комментарий потому что мне частенько пишут а почему вы не показываете себя видео вместе с вашими малышами ну потому что в основном я рассказываю про моих питомцев про их содержание отвечаю на вопросы о том как кормить прививать показываю как мы растем щеночков как у нас все это происходит показываю родов то есть мой канал о моих животных о моих питомцах вот и соответственно собственно говоря я вот сейчас встала причесалась зубки почистила личико умыла но как бы все понимаете я не собираюсь перед видео тут еще маникюр педикюр макияж и все дела потому как мне она как бы не надо мы сейчас ставим загружаться видео я начинаю заниматься приборкой вывожу симонку погулять потому что это издевательство над мамой у которой нет молочка но она просится просится в комнату к детишкам я не могу ей в этом отказать поэтому дорогие друзья я на этом с вами прощаюсь мне действительно надо заниматься уборкой у нас утро а симонике надо поймать хомячков однозначно хомячки не спят значит хомячков словить надо все у нас здорово и замечательно о всех новостях и событиях я рассказываю друзьям и подписчикам нашего канала ежедневно ну вот за исключением что видео у нас загружается очень очень долго поэтому сейчас я надеюсь загрузилась вчерашнее видео про хомячков всю ночь работал у меня компьютер именно исключительно для того чтобы видео для вас было загружено с утра сейчас поставлю вот это видео сделаем давайте его 10 минуточек может быть она побыстрее загрузится и мне хотелось бы конечно же рассказать и показать какие шарфы я навязала даришки она уже сегодня пошла первый день в садик у нас ливни и дожди вот целую неделю будут обещают ураганные штормовые ветра мы можем остаться без электричества ребята вот такие новости на сегодняшний день в нашем питомнике марий мистик мамочки сидят ну и для тех комментаторов которые пишут еле дослушала ваше видео до конца видео говорите ни о чем говорите много ребят в основном массе я комментирую то что вижу отвечаю на ваши вопросы если какой-то конкретный вопрос по теме питания и кормления видео так и будет называться в остальных ситуациях я просто комментирую для того чтобы видео не было я могу молча снимать это видео ничего не говорить что вам не показалось скучно слушать видео ни о чем смысла никакого в нем нет я просто читаю такие комментарии под видео пытаюсь вот как-то ответить на ваши комментарии тематические видео на тему как подстричь когти подклеить уши где я говорю на тему как подстричь когти показываю как подстричь когти как подклеить уши или еще какие-то тематические видео они есть смотрите эти видео. В ежедневных видео, которые я снимаю просто о жизни нашего питомника, я в основном комментирую то, что вижу. Я не говорю никакой тут смысловой нагрузки в этом видео. Нет. Видео наше происходит онлайн. Я не сшиваю. У меня нет такой программы в компьютере. Ничего тут не модерирую, не редактирую. Ничего тут такого с этими видео не делаю. Музыку не вставляю. Ну, поэтому, если вам не нравится, что я говорю, или вы не хотите этого слушать, просто отключайте звук. Вот. На этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. Действительно, утро самое тяжелое время в моем новом наступившем дне. Мне сейчас надо всех покормить, прибрать у всех, поменять лежанки, закинуть это все в стиралку. И одним словом, день начинается. И сегодня новый шарф. Начинаю вязать даришки. Поэтому увидимся с вами в новых видео. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Марине Стик. Здоровья вам и вашим питомцам.